Ну да, его запулили, так что тоже все окей с этой стороны, Дэнди получил буст в начале, и его главная задача была этот буст не просрать, мягко говоря. Ну он это сделал. Он да, он все хорошо сделал, он наформил на быстрый себе там боттл, все дела, начинает его обузить, и вроде как у Дэндика все окей. По хребам мы видим, там он уже даже вперед немножко вышел, и видим, что он уже начинает тихоньку наваливаться на кингу, потому что у него ни много ни мало уже почти сотка урона. При трех армора квопы, это 15% резиста, ты понимаешь, что там повозится демо, а с плюхи залетает. Слушай, а Снэйкингу-то сейчас придется уйти отсюда, потому что, а не, птица... Там боттл летит к нему уже. Но в любом случае, сейчас он не будет играть так быковато, как бы играл до этого. И Дэнди, конечно, зол, я вижу, что он зол. Дэнди, да, Дэнди задума, готов сейчас, собственно, Снэйкинга наказать, а не угадывает Дэндимон с руна, и снизу Пупей. Да, Пупей заберет реген, ему сейчас, конечно же, нужнее. Пупей продолжит гулять по лесам, у него, конечно, соло-ринг скоро появится. Хвостом пауэр бьет, тем временем, снизу, соло. Ну, потихонечку он его подхорашивает, да, там стоит тележка, вытанковать он не сможет, эту тележку, до того момента, пока не подойдет. Проблемы Фанника на топе, задувает Фанника, Коги он поставил, но это ферзблат. И опять-таки Фанник теряет ферзблат. Джокира забирает, и сейчас появятся там всякие тапки у Джокира. Ну, хотя у него тапки вот так вроде бы был, да, он, посмотрю, скупился телепортами, стиками, все дела. Да, ну и, ладно, продолжаем наблюдать дальше за игрой. 1-0 Дигнитас, 1-0 Дигнитас начинает с ФБ, забрал ФБ саппорта. Ну, это, это небольшое утешение, но все же утешение, да, для Фаната Най. В этом случае, Файзы появляются у хвоста тем временем, Куроки уже снизу, вышит с ним на линии, и теперь активно будет пытаться линию прессовать ребята. Да, тут очень много хрипов, два оранжевых хрипа, и будет пытаться забрать Тауэр, потому что есть бацилла у хвоста, она, конечно же, включена, дефит никто из Дигнитаса не пойдет, но это, скорее всего, минус первый Тауэр, правильно, или же нет? Где, внизу? Да, скорее всего, минус вышка, потому что туда, ну, кто туда сможет прийти, да, там, Дарксир, а сейчас на базе стоит. А может, минус два сразу сделает? Хотя, вот, Дарксир вроде как летит, но, я не знаю, от него действительно тут толку никакого не будет, сейчас подойдет, него кинет Пупей, Малифайз, и все. Я думал, сейчас действительно бросит. Дэнди, 29-10, Дэнди выигрывает уже довольно серьезно, собственно, у Снэйкинга Лайн, ну, и смотрите, как он его гоняет, а? Ну, вот, Ливинг Армор мешает жить, конечно, просто борода. Ну, там Ливинг Армор второго уровня, так что Дэнди и даже сквозь него сейчас со своими, там, своей соточкой успевает внести по 15, даже 17% сокращению достаточно серьезную порцию урона. Эдва Тауэр, тем временем, Нави настреливает очень-очень серьезно. Крипы убрал на себя и универс двух крипов, но здесь хватает еще трех рейнджевых, но и Эдолона тоже три, в любом случае, я думаю, все же Нави или заберут. Да, есть еще два Эдолона, они танкуют. Ну, и Тауэр, Тауэр, 200 кп, есть два телепорта, и проблемы, и здесь Снэйкинг на пупей, минус пупей. 2-0. Ну, тут понятно, тут Нави слишком запаковались. Дэнди, посмотри, Дэнди на хосте заходит. Один Койл пошел, еще и универса прибивает. Да, хорошо, Кайлом гонится дальше за Снэйкингом. Койл! Хорош! Найс, и Тауэр забирать не надо. Слушай... Неважно, хвост или Дэнди. Найс, найс, хорошо все. Слушай, а вот такими-то темпами, да, действительно, ты посмотри, у СФ там бабла уже немеряна, что это будет ли Даггер у Дэнди, вот что меня интересует. Или все-таки БКБ? Нет, будет Даггер. Я думаю, что это будет БКБ первым айтемом. Ну, тут, по крайней мере, БКБ тут надо мастхэв. Ну, тут понятно, да, собственно, против Луны, Дарксира, Квапы, тут понятно, что без БКБ вообще нечего делать в этой игре. 2-2 счет. Два тавра забрали Нави. За счет этого должны они получить. И Фаннику дали возможность пофармить, да? Потому что ушли саппорты, потепешились, они все туда, и Фанник сейчас заработает себе левел. Ну, вот сейчас по графикам, если посмотреть, Нави плотненько вышли вперед, 4 тысячи по деньгам и 2,5 по опыту. Но 4 тысячи по деньгам, в первую очередь, это действительно много. Почему? Потому что 8 на 12, это действительно дофига. Да. Нереально. Тут уже, да, очень много. Много, много. Ну, два тавра, понимаешь? Вот, вот, если бы сейчас как-то переместиться еще наверх, Курро пытался сапануть с нейкинга, не так-то просто. Просто переместиться наверх, как-то забрать там еще Луну и еще два тавра. Потому что есть Энигма, да, есть тот же Хвост, но Хвост не хочет уходить особо с линии. Ну, тогда будет вообще все мегавеликолепно. Ну и так, пока Нави начинает очень сосредоточенно поднимать с нейкинга. Ну вот, Дэнди, мы видим, не стал нападать, просто с нейкинга здесь подергали. Курро, Ливинг Армору кал, отлично! Ну, сейчас на Дэнди можно его закинуть, да, вот он как раз так и сделал. Все правильно. Ну и будет Ливинг Армору Куроке немножечко, собственно, 3 минуты, немножечко. Ливинг Армору Куро 3 минуты, это очень крутая тема. То есть сейчас у нас есть свое дерево, и как бы мы можем делать что хотим. С Блэк Джеком, да? С Блэк Джеком, да, и с реферансовыми дамами. Хорошо, Дэнди просто не боится никого вообще. 2 300 голды, вард здесь тыкнули, Дэнди говорит, окей. Вот, минус вард, Дэнди Мон. Он вообще просто-напросто включил настоящего Дэнди Мона и начинает просто боковать. Хвост снизу, хвоста никто не трогает, хвост БКБ, понятное дело. Аквилов из-за и есть, БКБ начинает собирать. Дэнди пока еще не решился. А нет, решился, а ты считаешь, что он купил? Что он купил? Курица, ты где? Курица, посмотри, запечатанная, да? И хвост, кстати, ОгрКлаб имеет, и Дэнди уже ОгрКлаб себе прикупил. Так что все нормально. БКБ идти ломать просто-напросто... А с масс БКБ им ничего тут не сделают, потому что весь расчет идет именно на магический урон. Почему? Потому что Квапауа Е, Дарксир, ТХД, там, Луна и прочая фигня. Да, Луна, она до, там, Супер Лейта с руки почти не бьет, потому что у нее и рейндж очень маленький, да, и дэмэджа не так много, потому что она тоже собирается, там, через всякие БКБ и прочую ересь. Очень надеюсь, что до Супер Лейта здесь дело не дойдет. Хвост приносит себе ОгрКлаб, Аркантапки появились, тем временем у Фуника. Фуник 6-й левел тоже себе заработал, есть Аркантапки, есть Щиток. Как бы более-менее все нормально, 6-й левел Куру, опять-таки он просто стоит на холд позышине и... Так, снизу, атака на дерево, кулдаун, в эту секси, стой, сюда залетает, над пупея, в эту секси, должен умирать, да. 3-2, отлично. Так, что там у нас, Луна? Где-то Луна, Луна, ну, на Луну пока не обращает внимания, она собирает себе что-то так. Ну, тоже, я думаю, БКБ будет. Ну, вообще, да, скорее всего, надо делать БКБ, смотри, а хвостов с пупеем, вообще наглеют. Снэкинг, Снэкинга просто заставили отсюда блинкаут сделать, и Т1 Тауэр в миде будет сейчас забирать Нави, они пятером здесь. Вот они, Нави, про которых тогда писали, мы вас убиваем под Тауэрами, убиваем Таура и повторяем это. Помнишь, что в втором интернешне? Да, на втором интернешне, или описание у команды было именно такое, да. У всех там что-то там расписано, там какие-то достижения тут. Там было самое толковое. Вот, надо дальше сломать, вот сейчас надо вот сюда переместиться, вот Ауи прогнать отсюда, заставить его где-то побегать по лесам, потому что Ауи немножечко здесь обнаглел уже, ну и намекает сейчас Фаник, собственно, что неправ немножечко о мейнкаре. А у Дэнди ты 700 до БКБ! Да, у Дэнди действительно 700 до БКБ, и он отправляется на топ, судя по всему. Кстати, на хосте, на этой, на своей хосте, он может очень сильно попортить нервы Ауи. Миня, Миня, Стэнкин, квакверк, лыб, крипа! О, и тут дерево провожает пока что товарищ. Посмотри, Дэнди! Раз, два! Дэнди, попадешь ты тычка, Дэнди, отлично! Ну там и на хосте, посмотри, дальше продолжает бить! Заходит в лёд! Так, осторожно, тут Клопа, Дэнди убегает! Там 2 секунды до 2 кайлов, если за ним сейчас прыгнуть, то могут сами отъехать. 13 стикал! Дэнди, кстати, ещё и с ультой, не будем забывать, то есть там мульта... А он только что качнул, он только что качнул. Да, да, ну 9 уровень, всё правильно, по гайду. Хорошо! 4-2, 12-ая минута игры! Не отступать и не сдаваться! Нам нужны завтра две наших команды! Я табую смотреть, Мауза проигрывает 6-14, там тоже будет третья карта, скорее всего. Просто Дримхак будет брать из Мором. Ну, завтра, собственно, команда, которая играет в 11 утра, они уже дома отдыхают, да, только мы тут не отдыхаем. Ну мы с тобой вообще мало отдыхаем. Привет, Квантикам, они точно нас смотрят, знаю. Так, там что, украл опять-таки Куру, неужели опять-таки... Нет, семечки, семечки, это бесполезная хрень, вообще-то, ну, в данной ситуации. Ну, семечку тоже пофиксили, она тебе хоть лечит нормально. Да, ну и смотри, боятся, Дигни-то что-либо делать, там у Na'Vi уже должно быть около 10к перепакать, нет, ну, 7,5, ну, 3000 по XP. Ну и что, луна, луна опять-таки подошла к Тауру, надо Na'Vi быстро забирать эту вышку, очень быстро надо забирать и уходить на топ-линию. Ну вот, понятно, не хочется протупить, ну, сейчас же Ауи заберёт Тауэр, он же там, нет, он, правда, с тремя крипами, с четырьмя, ну, вот Тауэр будет пакет, если пофиксировать... Ну вот, ты пэшишь, когда гос сюда прилетает сейчас. Всё, и Дэнди идёт срезать просто эту луну, иди сюда, ай, Дэнди ультанёт же! А Дэнди иллюзии просто юзнёт, если она ультанёт, а? Да, 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 потому что там есть высокая вероятность того, что всё идёт по иллюзиям, а так как там всего 4 бима, то там один даже, если уходит не туда, то Дэнди, соответственно, потом этого не рассказывает, чё к чему. Так, всё, поехали на Топ Тауэр, сейчас Нави довольно активный, Юниверс 9, вот сюда перетягивается Юниверс от 900 до Миканзма, Ауи, тем временем, остаётся ему 200 до рецепта на Драму Фэндюранс. Ой-ой-ой, проблемы здесь у Пупея, получил он бим, Пупея, есть Бэкхолл, готов он просто здесь в узком проходе присосать абсолютно всех, БКБ от Дэнди прилетела, барабаны прилетела Ауи. Прилетели. Ну и что, Т2 Тауэр будет сейчас забрать здесь Нави? Конечно же будут. Снэйкинг, артичная позиция, Рокет палит контору. Хорошо, залетаю, да, нужно поднимать, нужно поднимать, снэйкинга, дэмэджа не хватит. Клопа уходит, Лунах. Не спешит, Фаник умрёт сейчас. Лунах, кстати, устануло неплохо. Фаник, еле живой. Хорошо, хорошо, убили одного, остальных поразгоняли. Да иди, Фогида можно ловить, очень близко, Ауи. И Блэкхолл, хороший Блэкхолл. Иди сюда просто, аури, Пупея, минус 4, дерево едва живой, и хвост должен заплёвывать. Дигнитас, минус 5, триплкилл хвост, найс. Вот он Блэкхолл, наконец-то. Скажем так, дебютный Блэкхолл удался. Я надеюсь, не последний Блэкхолл на этой карте. Не-не-не, вы не поняли. Наоборот, он должен быть последним, вот этот Блэкхолл должен быть последним. Да-да-да, всё, сейчас должны просто ливнуть чертям собачьим. Шучу, конечно, но... Сейчас преимущество покоя, которое, ну, не теряется профессиональными командами. 14 на минуту, это 10 тысяч голды, 7500 экспы. Дэн Димон своим ультом распугался, их настолько серьёзно сейчас в драке. Ну и Пупей. Да, Нави сейчас сильнее просто по запаку в разы. Вот, если посмотреть опять по Нетворсу, там видно, что только одна луна затесалась в рядах новей по количеству заработанных денег на этой карте. И видим, что даже Рубик имеет денег больше, чем Квапа. Ну, вот. Ну, просто 6 творов. Вот, начнём с этого, да. 6 творов убили Нави, ни одной вышки не забрали, в свою очередь, Дигнитосы. Хвост что-то, куда-то он Дигги потратил, или это он сейчас приобрел Доминатор? Что там в птичке у нас летит? В птичке Мека Пупею летит, вот так вот просто. Да, целая Мека сразу для Пупея. Ну, хвост с Доминатором, да, в любом случае, там уже Герокоптер достаточно сильный у нас получается. БКБ, Доминатор там почти 200 урона с руки, он Волка, видишь, переманил Доминатором. Ой, сейчас будет круто, сейчас клавари подтягивать. Хороший бонус будет, да, к урону. 82 плюс 101 вообще, и у Дэнди там будет бонус бешеный. Глиф, профукали, сейчас Дигнитос. А Нави, я думаю, не особо тут собирается играть 45 минут эту доту. И может быть... А, не Рошан, Рошан, тут хвост. Э-э-э, Волка, не бей. Братюнь, ко мне лобой. Там вожак волков стоит. Тут, смотри, смог какой, неожиданный от Нави. Просто смоук, смоук с секретиком. Рокет палит движуху, видит Вейтус Экси, 6-й левел, тут же Фогет тоже 6-й левел. И хвост продолжает тра-та-та-та-та-та-та делать. Да, но хвост нормально пробивает Рошана, остается у Рошана уже меньше 1000 хп. Тендина, да, я, кстати, пошел. Ну вот, вот, не послушали Нави. Ну, да ладно, что там с Лохверк. Фаника опять, что-то... Не получается Фаника крюкировать в этой игре. Что-то, да, что-то сегодня миссует. Постоянно не заметает. Универс тянул, но попей живой. Может, у Фаника инстинкт самосохранения играет, знаешь, он такой, да ну его в баню, типа, кину куда-нибудь. А, а то еще встряну, блин. Да, умру вдруг там, не дай. Е-е-е, переморозили Куроки, нужен сейф Куроки, тут зашло дерево, есть овергроус, хвост БКБ. Кулдаун отличный, там макропира, пофиг на макропиру, Куроки уходит, Дэнди взорвался, минус Дарксир. Хорошо. А тут минус 2 и 2 красных уходят. ГГВП! Вот, вот, вот и все, спасибо, Нави, давайте третью игру такую же. Я говорил 2 по 15, ладно, будет одна хиловая, а потом 2 по 15. Ха-ха-ха, немножко не угадал. Да, немножко я не угадал, ну, все хорошо. Спасибо вам за это, нормальная игра, и вот сейчас в последней игре что надо? Просто взять и выиграть. И я сейчас просто вспоминаю, что мы с тобой сказали, когда пикнули Нави и Сэфа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так что мы все-таки знатные, вообще. Ха-ха-ха-ха. Я думаю, нам с тобой надо по футболке, в какой-то с надписью. Да-да-да-да-да. Там, я знатный червь и вот... Нет, ну вообще, говорят, что в мировом киберспорте самый знатный червь это Тауфи Хидри. Да-да-да, Тауфа это вообще забей. Мы с ним, когда вдвоем сидели, комментили КС, это была просто грязь. У нас по пять камбэков было за игру. Что Тауфа даже, который... Тауфа комментирует... Его все игроки знают вообще. Игроки по КСу не хотят, чтобы Тауфа их комментирует, потому что там борода. Фуф. Еще раз доброй ночи всем, кто только к нам присоединился. У нас одна карта до конца игрового дня осталась. Это точно. Да-да, надеюсь, не 80-минутная. Ну, 92-минутки и нормальная дота будет. Да? Будет круто. Так, все. Давайте, друзья, немножко музычки и мы обязательно вернемся. Никуда не девайтесь. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Выиграли его НИПы пару минут назад, и я вижу, толпы валят из Dream Arena Xtreme, где завтра будут финалы Доты сыграны. Финалы Старкрафта будут сыграны, как всегда, на стадионе хоккейном клуба ХВ-71, который здесь рядом находится, возле Элми. Там, как всегда, сделают что-то мега эпичное, ну и будет всегда куча народа. Да, теннисов что-то вообще упорное, они вообще ничего не меняют, но у нас вообще пик, если что-то не меняется. Ты понимаешь, что нави тоже особо ничего не меняли? Ну а что менять-то вообще? Играем дальше, типа, вас все устраивает, нас все устраивает, типа. Так, подожди, что забанить такие? Подожди, СФа банить на них, ну это как-то слишком пошло. Фурион в бан. Кто у тебя там советчиком сейчас сидит? Ну, Ксео, Ксео у меня тут советует. Так, бан Пуджа нужен, я знаю. Бан Пуджа, вот! Вот, ты прям читаешь сейчас вражину. Причем он на авиа. Такой волевой бан. Так, ну че, кто у нас еще остался? Медведи у нас всякие остались. А на Медведе что-то, по-моему, этим командам вообще... Мне кажется, им просто впадло играть, знаешь, вот когда ты уже сидишь, залипаешь, еще и двумя героями контролить, и ты такой, да ну его впень! Да, это факт. Нави из turn to band. Спектра у нас, опять-таки, в бане. Зачем банить спектру гирокоптер в пике у нави? У них никто больше не умеет играть на гирокоптере. Нахрена? А, банить с нави. Боже, боже, я уже пошел спать. Все, пошли. Я пошел спать. До свидания. Вот, собственно, то, о чем мы и говорили. Да, я думаю, друзья, вы поняли, к чему идем. К тому, что 15 часов в эфире дают о себе знать иногда. Я вот как раз сейчас включил параллельную трансляцию, там, где играют Маус Спортс и Альянс. Там Блэк нафидел, короче. У Блэка там на 27-й минуте был такой антимах, который игры, в принципе, не проигрывает. А что ему помешало проиграть? Ну, помешало ему проиграть то, что, как бы, Альянс, типа, умеет в доту играть. Не, ну, они еще не проиграли, то есть, у них двух сторон нет, и тут, походу, короче, Габелл. Мне это напоминает, кстати, ситуацию. Тебе ничего не напоминает? Двух сторон нет, типа, убивают, все дела. Да-да-да, кстати, двух сторон действительно нету, там. Вот я смотрю, там, кстати-кстати-кстати-кстати, под вражеской базой они тут воюют и побеждают. Хотя, да ладно, бульдог, боже, такая халява. Там, на самом деле, уже почти конец игры, там, 49-ая минута. Не думаю, что эта игра дольше продлится. Там будет третья карта. Там будет третья карта сейчас, в любом случае. Ну, как сказать... Слушай, как сказать третья карта? Я сейчас смотрю на эту драку, там что-то Блэк что-то больно бьет вообще. Там, не то, что Блэк, там иллюзии Блэка даже больно бьют. Блэк-то ушел сейчас. Слушай, а С4-то умер на Драгонайте, Блэк живой по-прежнему. С4-то без байбэка. Еще одного часа убьют. Ну, такое, да? Да, да, да. В общем, дефолтная, потная игра. Мы уже такую одну сегодня видели. Я, на самом деле, ничего не имею против тех, кто сейчас тоже будет смотреть ту игру тоже, потому что там, на самом деле, огромное количество народа. И вот я сам лично, скажем так, наблюдаю. Ну, эта игра транслируется здесь, на большом экране, как бы, а не игра Na'Vi. Да, да, да. Это игра. Ну, потому что все-таки, как бы, европейское дерби, да, у нас осталось в четвертьфиналах было три СНГ-шных команды, три американских и две европейских. Они играли друг с другом. То есть, понятное дело, что в Швеции на большом экране ночью на Дримхаке там все забито народом сейчас. Тем более Альянс и Швеция, если что. Да, да. Тут, как бы, все, в принципе, понятно. Я думаю, у них там сейчас фанатов просто толпа целая должна. Конечно же. Народ сбегается туда. Это однозначно. А у нас вообще ничего не меняется, короче. У нас, опять-таки, Клакверк. Дума забанил Пупей. И Нигму забанили Зигнитас. Ну, ладно, не будет абсолютно такого же пика. Что четвертым пиком возьмет Бэйту Секси? И остались герои, опять-таки, для Папи и для Дэнди. Any ideas? Ну, Дэнди, опять же, не знаю, может, аппарат какого-нибудь сейчас действительно попробую взять. Там, Энчантрес вроде есть. То есть, она лечится, я слышал. Ну, это уже, опять же, брать ради...